На фоне 10 years challenge более-неволее вспоминаешь свой 2009 год. И знаете, что хорошо помню я? Это старый громоздкий персональный компьютер, который стоял у меня под столом и грел мне ножки. Как же я бы хотелось это уменьшить, взять с собой на диванчик с сериалами, с чаем. Но это был 2009 год, а сегодня 2019, и мы поговорим про iPad Pro 10 5 дюймов. Я очень давно рисую, как для себя, так и по работе. Я сейчас именно это сподвигла меня купить его. И вот уже год спустя я готова поделиться своим мнением по поводу данного продукта. Трогать iPad, смотреть на него безумно приятно. В этом Apple в принципе никогда не подводили. А вот что до использования есть как хорошие моменты, так и не очень. Спойлер, хороших моментов больше. Начну с самого важного для меня. Apple Pats. Умное перо с очень глубоким уровнем нажатия и возможностью рисовать под углом, как настоящим карандашом. Специально для комфортной работы я купила лучшую по моему опыту для этого программы. Procreate. Стоит невеликих денег, но отвечает почти всем моим требованиям как художника. Также в iOS на iPad Pro есть замечательная функция. Возможность делить экран между несколькими программами, что очень упрощает работу с референсами. Перо держит батарею около 3 часов непрерывного рисования, а заряжается буквально за 15 минут до 100%. И вот один из самых главных минусов. Заряжается он от самого iPad'а и выглядит оно настолько несуразно, что мы даже забыли это снять. Ну, в новой генерации это хотя бы поправили. Что же до рисования, то многих художников отпугивает стеклянная поверхность. Молотые неудобные и перо слишком скользит. Естественно, вам будет немного непривычно после пластика работать на стекле, но привыкаешь быстро. Камеры есть. Две их абсолютно достаточно для ежедневного использования. Сканы рисунков, видеозвонки или внезапные селфи на переднюю камеру. Экран замечательно передает всю цветовую гамму. А дисплей с частотой обновления 120 Гц позволяет не чувствовать задержки между пером и планшетом. Плюс 4 достаточно громких динамика, которые при желании могут заменить блютуз-колоночку. Пару слов о батарее самого iPad'а. Держит очень долго. За день полноценного использования посадить его смогут только настоящие пауэр-юзеры. Ведь он идеально подходит для потребления контента. Сам iPad очень легкий. Я часто беру его с собой на встречи или в путешествии. В первое время мне даже могла охватить паника, потому что казалось, что его нет в сумке. Но это дело привычки. А вот если ваша работа заключается в написании текстов, то вам обязательно понадобятся дополнительные аксессуары в виде клавиатуры. Но перекидываться краткими сообщениями в целом удобно. Стоит упомянуть также, что на iPad'е можно и фоточки обрабатывать. А кстати, скоро полноценный фотошоп подъедет и музыку делать, и видео монтировать. Но это уже не про меня. Подведу итоги. iPad Pro это действительно мультифункциональная машина, которая подходит почти для всего. Как для профессионального использования, так и для развлечений. Я очень надеюсь, что этот обзор поможет вам в будущем определиться. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры подогнал «Симон»